Денег нет, рубль просто обвалился, экономики наступают. Чтобы было хорошо, надо сделать так плохо. Жареный петух в жопу вклюнет. Нам придется теперь свои самолеты построить. Дожили. Как этот МакДак меня уже задолбал. Сперва вкусно, а потом весело. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет, это итоговый выпуск новостей на моем канале. Начинаем, как обычно, с хороших новостей. В ленинградском зоопарке пополнением на свет появились две патагонские мары. Что это такое? Детеныши родились у пары Квебеха и Гуарни. Пол маленьких мар определить еще рано, уточнили в зоопарке. Вот видите, и пол определить еще рано, и кто такие мары, я тоже не понял. Вот такие вот новости из зоопарка. Опять МакДак. Ну как этот МакДак меня уже задолбал? Ну почему редактор постоянно мне... Ребят, если вас новости про МакДак, напишите мне в комментарии, я укажу на них сколько комментариев вы написали, да, редактору, чтобы больше мне эти новости про МакДак не засовывали. Только так. Вкусно и весело. Тот самый. Свободная касса. В общем, под одним из этих названий бывшие рестораны сети МакДональдс могут вновь открыться в России. Это просто *** какой-то. Что все креативщики выехали вместе с айтишниками из России? Все. Тема Лебедев, ты чего ехидно улыбаешься? Ну возьми, сообрази что-то, иначе вот этого мерзопакостная ***, да, вот этого последнего махрового совка будет висеть, да, типа вкусно и весело. Сперва вкусно, а потом весело, когда пронесло, очень весело. Слушай, я сколько себя помню, всегда не мог отказать себе вот прийти и быстро что-нибудь сожрать в МакДональдс. Я вот помню. Но потом мне было всегда хреново. Ищешь толчу. В общем, мне всегда было не очень хорошо после МакДональдс сразу, но пирожок с вишней не трогайте. Вкусно ***. Ничего не могу особо поделать. Самая важная новость недели. В четверг Центральный банк России снизил ключевую ставку с 14 процентов до 11. Это уже третье подряд снижение. Быстро подняли, теперь быстро снижает. И все радуются, что вот какой Центральный банк снижает. И даже есть информация от регулятора о том, что в следующий раз в июне в ближайшее время будет снижено до десяти процентов, а потом аж до восьми. Иногда мне кажется, что наш регулятор Центральный банк знает, как сделать нам очень хорошо. Ну, вы знаете, да, эту притчу? Чтобы было хорошо, надо сделать так плохо, что потом убираешь это плохо и станет очень хорошо. Хочу отметить следующее. Ставка Центрального банка, к ней следует добавить пять-семь процентиков годовых и тогда это будет примерный индикатив, сколько будут стоить кредиты для самых крупных предприятий. А для малых предприятий и для физических лиц можно добавить все десять процентов. То есть даже при снижении ставки до восьми процентов кредиты для предприятий будут в районе пятнадцати процентов годовых и выше. И то доступность их будет пока очень слабой, потому что банки, как говорят, риски большие. Так ставка-то есть приемлемая, а денег нет. Поэтому немедленно требуется расширить финансирование экономики и предоставлять деньги хорошо, хотя бы по пятнадцать процентов выдавать, выдавать предприятиям деньги. Иначе на что предприятия будут покупать параллельно этот самый импорт? Оборудование и так далее. На что будет перевооружение страны делаться? Да нет, просто денег реально тупо нет и точка. Поэтому все эти размышления, там центральный банк снизил ставку и так далее, все они так и останутся, вот опять вот это как смена вывески у Макдональдс. Рубль резко ослаб на фоне внезапного снижения ставки. Рубль просто обвалился. Поэтому все мы запомним, как за доллар платили 57 всего рублей. Возможно, это было вот тот сладкий момент, который мы уже не увидим никогда. Теперь доллар стоит уже 65 и говорят, что дальше будет только вверх, только вверх и ввысь. Падать будем вверх. Вот как говорят аналитики. Я, в общем-то, присоединяюсь к этому, потому что объективных факторов, чтобы дальнейшее укрепление рубля происходило, ну, нет, да и не надо, иначе все экспортные отрасли России, ну, точно встанут. А навесный курс, который, в общем-то, удобен промышленности, плюс-минус приемлем, это в районе 75 рублей. Поэтому, если будет он опускаться ниже, там, ниже 60, ну, неудобно это все, понимаете, экономика опять будет сушиться, возникнет так называемая голландская болезнь, понимаете? Знаете, что такое голландская болезнь? Просто разрушение экономики, да, от резкого укрепления местной валюты, когда встают все производства, да, и краткосрочно, да, там страна получает много какой-то валютной выручки, там, продавая, ну, нефть, газ. Голландия продавала в свое время тюльпаны, луковицы, представляете, а потом все резко обваливается и экономики наступают. Вот сейчас, как бы, Россия находится примерно в таком состоянии, нефтегазовая экономика России находится под угрозой давления Запада, который резко отказывается от энергоносителей, но нам повезло, повезло, что цены на энергоносители выросли в два-три раза. Поэтому на фоне того, что на 30-40 процентов упали уже поставки энергоносителей в Европу, а цены взметнулись в три раза, Россия получает небывалую экспортную выручку и голландская болезнь, видите, прогрессирует. Кстати, меня часто спрашивают, в чем я храню деньги. Основной мой портфель каких-то сбережений в рублях находится, да, немножко в валютах недружественных стран, немножко в валютах дружественных стран, но в основном в рублях. Поэтому я не особо реагирую, когда, например, рубль укреплялся, и те, кто хранил деньги в долларах, они такие, ааа, мы теряем в рублях вон сколько. Смешно все это. Да, кстати, ты в чем хранишь деньги? Может быть, ты все еще в долларах хранишь или рублях? Напиши мне, в чем ты хранишь деньги? Напиши в комментариях. Прежде, чем я перейду к следующим еще более важным новостям, хочу напомнить. Со следующей субботы на моем канале будет выходить шоу «Поток», где пятеро участников будут под моим наставничеством улучшать свои доходы, благосостояние. Вот. Поэтому ты можешь следить за этим шоу, делать выводы для себя и немедленно принимать приемы практики вот этих пятерых участников в свою жизнь. Не пропусти возможность поправить свое благосостояние и воспользоваться мышлением миллиардера для улучшения твоей жизни. Я капец как хочу. Я за тебя браться-то вообще-то не буду. Уверенность вообще вот это все вот это, оно все. Нравится находиться вот в этой состоянии жертве? Слезу пустить хотелось. Ну аж вот так сидели. Я буду собой заниматься. Мы выбрали пять участников с разным уровнем знаний и доходов и на протяжении всего шоу будем давать им задания на мышление и пользование бизнес-инструментами, чтобы помочь им вырваться из кризиса и увеличить свои доходы. Жители России вернули в банки почти все снятые за февраль-март средства. За два месяца граждане России сняли со счетов в общей сложности 1,4 триллиона рублей и вернули в банки 1,4 триллиона рублей. Ну вы знаете знаменитая русская забава входит-выходит. Это еще в том мультике вот про Винни-Пуха. Помните там ослик такой? Входит-выходит. Вот это знаменитая русская забава, она везде. Пожалуйста, сняли деньги на комиссиях потеряли, вернули деньги опять на комиссиях потеряли. Да, все. Ребят, ну успокойтесь уже. Фундаментально, вот фундаментально ничего не происходит. Экономика России находится ну глубоко в середине. В середине. Рядом Колумбия, Гватемала и какие-то вот страны. В середине. Мы не движемся ни вверх, ни вверх. У нас устойчивая плавучесть. Мы никуда не движемся, все стабильно. Поэтому вот эти все метания, туда-сюда, они бессмысленны. Это только износ. Перестаньте делать вот эти бесполезные и беспощадные фрикции. Мэр Собянин объявил амнистию ковидную. Если вы помните, как в метро штрафовали за нахождение без маски. Ну подходили к людям милиционеры и разные там работники, требовали сперва одеть маску, а если ты не подчинялся, руки заламывали, выводили в какую-то комнату, выписывали штраф и штрафы, надо сказать, были драконовские. Пять тысяч рублей и так далее. Для многих людей это очень существенно. Вот, но самое главное, как неприятно. Ты идешь в метро, тебе так раз, и мы пригрузили на пять тысяч. Так вот, всем, кому впаяли эти штрафы, кто не успел еще оплатить, ну как обычно. Знаете, кто не торопился выполнить, так сказать, закон, тому простили. Новость, безусловно, хорошая, это из того класса. Помните, хотите сделать хорошо, сделайте плохо, а потом отмените это плохо и будет всем очень хорошо. В Россию вернулись 85 процентов айти специалистов, уехавших из страны в последнее время, заявил премьер-министр Михаил Мишусин. Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85 процентов вернулись обратно. Я надеюсь, кстати, вместе с айтишниками вернулись и креативные сотрудники, помните, я говорил, а то если они уехали, ну там так и жить, это дядя Ваня наливает или там это что там, вкусно и весело, вот эти вот какие-то вот доморощенные какие-то вот эти вот, самодеятельность какая-то. Да здесь все вот, все понятно, айти специалисты возвращаются, Михаил Мишустин сам лично наблюдает и так далее. Новость, безусловно, хорошая, но вернулись ли они или это их сим-карты вернулись? Российским самолетам теперь нельзя садиться в Китае. Ну, дожили. Документы об этом запрете авиакомпаниям разослали на этой неделе. В чем тут дело? Ну, смотрите, помните самолеты, которые Россия должна была бы отдать иностранным лизинговым компаниям, но Путин издал указ, что самолеты не отдавать, потому как, ну, а на чем мы летать будем? В общем-то, в основном авиатехника у нас иностранного производства, поэтому летаем мы на Боингах и Аэробасов, если бы мы отдали, вообще не на чем было бы летать. Но Китай и другие страны медленно, но присоединяются к декларации вот этих авиаперелетов, что если у самолета нет соответствующего сертификата, то впускать его в воздушное пространство, разрешать ему посадку нельзя. Поэтому в Китае, если теперь и будет Россия на чем-то летать, ну, видимо, на суперджетах, которых там несколько осталось где-то, да, и на каких-то военно-транспортных самолетах и так далее. Ну, на тех самолетах, которые не иностранного производства, то есть на отечественных разработках. Это, в частности, создаст огромный запрос на все-таки вот завершение МС-21, на вот этот многострадальный проект, который уже 20 лет пытаются закончить, и даже его подняли там в воздух, и даже уже говорили, все, вот, МС-21, но это уже продолжается 10 лет. 10 лет. Где МС-21? Пока нет. Все это создает огромные предпосылки, что в авиастроении в России, как и в автомобилестроении, наверное, произойдут изменения. Потому что, вот, ребят, если так пойдет, ну, нам придется теперь свои самолеты построить. Все. Помните, рак на горе свистнет, жареный петух в жопу вклюнет, и нам придется. В 2014 году отключили платежные системы, да, вот мир появился. На самом деле очень важно ввергать себя и всю страну в большую, огромную жопу — это вызов называется, да. А потом брать скажет, ну, вот, Илья Муромец слезает в печи, берет свою дубину, когда уже все, пожар вокруг, вот, все. Поэтому теперь в авиастроении в России все наконец-то начнет налаживаться. Новости астрологии и какой занимается служба судебных приставов. Замечательная новость. На Урале судебные приставы составили рейтинг должников по знакам зодиака. Они взяли алименщиков, ну, кто задерживает выплату алиментов, и разделили их по гороскопам. Оказалось, что самые исправно платящие козероги, понятно, а самые недисциплинированные, то есть в антирейтинг попали тельцы, раки и близнецы. Давайте разберем это поподробнее. Первое. Ну, во-первых, у тельцов всегда есть бабки. Вот, я тоже телец, и я тому подтверждение. Понятно, да? Поэтому, тельцы, какого вы не заплатите эти алименты? Взяли и заплатили, еще сверху добавили, извинили, сказали, и больше никогда не задерживаем. Это раз. Второе. Судебные приставы. Ну, что же вы наделали? Вот вы сейчас этот рейтинг опубликовали, теперь, стало быть, тельцы, раки и близнецы, они это увидят и скажут, ну, да, мы вот не платим, ну, мы же вот в антирейтинге, мы и не должны как бы платить. Это такое самосбывающая фиксация, да, вот пророчество. Что вы наделали? Вы дали легитимизацию тельцам, вот этим ракам и близнецам не платить. Ребят, семья — это главное. Family first. Даже если мы вместе не живем, давайте размножать хорошие элементы, платить закону и по понятиям, да, и давайте размножать хорошие, и тогда плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.